Мазур, Моссыр, Моссар По историческим данным, существует несколько версий возникновения названия города Мозырь. Кто-то ищет его истоки происхождения в народности Мазур, другие берут в основу связь с озвучными древнескандинавскими словами Моссыр, что означает сырость. Также можно считать, что название города произошло от тюркского слова Моссар, означающего холм, а еще Мозырь называют белорусской швейцарей. Музырь Основанный в 1155 году город на семи холмах Мозырь неслучайно называют белорусской швейцарией. Ландшафтный заказник Мозырьской овраги – уникальный памятник природы ледникового периода. Он поражает своей рельефностью. Здесь крутизна косогоров может образовывать угол в 30 градусов. Глубина оврагов достигать 40 метров. Такие природные объекты, как Шайтан-гора и Долина Ангелов – это интересная разнообразная история Мозыря. Ни одно тысячелетие природа создавала эти удивительные места. Овраги и холмы Мозыря – это его особенность, достопримечательность и уникальность. Они отличают его от других населенных пунктов не только Гомельской области, но и большинства городов Белоруссии. Примечательно, что созданный в 1986 году заказник Мозырские овраги – единственный в мире экологический объект такого рода, который находится на территории города. Общая его площадь – более 1100 гектаров. Вот 400 гектаров в самом городе. Вот эта улица советская – это одна из границ. Это северо-восточная граница этого заказника. Здесь, понимаете, вот встретились папоротники и хвощи реликтовые Кавказы, эдельейсы Альпы в Западной Европе и орхидеи Южной Америки. Восемь растений у нас занесены в Красную книгу Белоруссии. По всей вероятности, это остатки тех очень далеких времен. Геологические памятники природы делают эту местность настоящим природным музеем. Давно уже нет деревянных и каменных идолов, которым когда-то поклонялись язычники. Но возвышенность, где они стояли тысячи лет назад, сохранилась. Позже христиане назвали это место Шайтан-Горой. Вместе с тем, среди холмов и оврагов в городе есть и равнинная местность. Вдоль восточной границы заказника расположена Долина Смерти, а сразу за ней – Долина Ангелов. Первую нарекли так в память о сражении между горожанами и татарами. Его исход оказался не в пользу мазырян. А равнину, где в 1647 году был основан мужской цистерцианский монастырь, в народе прозвали Долиной Ангелов. В границах заказника вдоль улицы Гоголя рядом с Долиной Ангелов возвышается старейшее на территории Беларуси городище классического типа, относящееся к началу бронзового века. В 1982 году, а здесь у нас на Мозовщине, работала самая крупная в Советском Союзе экспедиция. Вал у нас тут очень интересный. Тут классическое мысовое городище настоящее. Оно не очень большое по размерам, но классика. Вал, ров, значит. И вот они прорезали вал. Оказалось, он насыпался в пять присестов. Самый низкий – 50 сантиметров. Высота современного вала – 4 метра. И вот внизу самым был найден очаг и керамические предметы, осколки керамики, возраст которых относился к началу бронзового века на территории Беларуси – 2000 лет до нашей эры. Сколько же дом Мозыров? Действительно. Или 850 там, ну, тогда было меньше, еще 825 приблизительно лет. Или около 4000. Вот. Если второй вариант, то вечный город уже не Рим, а Мозырь. У этого удивительного города действительно интересное и богатое событиями прошлое. За годы своего существования он не один раз выжигался и возрождался заново. Стоит отметить и такой факт, что вблизи Мозыря по Днепру пролегал оживленный торговый путь из варяг в греки, что, естественно, содействовало росту и укреплению города. Сейчас облик Мозыря создают не только комплексы зданий и архитектурных памятников, ландшафтный заказник, но и новые микрорайоны, благоустроенные старинные улицы. Еще один объект, который появился здесь благодаря рельефу – не так давно горнолыжный комплекс. Термин «белорусская Швейцария» в отношении Мозыря впервые появился в 1958 году, когда вышла книга с географическим описанием городов. Бесспорно, Швейцарию обычно связывают с гористой местностью, но и сами мозыряне, и многочисленные гости города над Припятью, возвышенности местного рельефа, холмы, тоже называют горами. Кстати, самая высокая точка Мозырской горы – 221 метр. Но чтобы оценить красоту белорусский хайп, стоит обязательно здесь побывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова